добрый день мы на портале экзегетру и сегодня мы рассмотрим очень интересную тему толкование 28 главы первой книги царств очень неоднозначный загадочный и интересный эпизод царь саул и аендорская волшебница толкование текста и рассмотрение основных идей и так действительно из всего библейского повествования из всего исторического материала резко выделяется 28 глава первой книги царств потому что здесь описывается такой эпизод когда царь саул обращается к услугам волшебницы медиума и она вызывает дух умершего самуила пророка самуила при этом ей так скажем удается это сделать действительно является самуил обличает саула предсказывает его будущую гибель действительно такой эпизод парадоксально это при том что библия однозначно критикует обращение к различным знахарям колдунам волшебникам эта практика однозначно осуждается отвергается более того считается практикой хананеен и считается что именно за это хананеи должны быть изгнаны и уничтожены и тут вдруг так скажем при том что и мы сами понимаем что вероятность вот такого хода событий мало реально и библия так отрицательно относятся и в то же время вот такой эпизод и так прежде всего предложим краткий пересказ двадцать восьмой главы а потом обратим внимание на основные идеи 1 царств 28 глава это событие которое относится к концу уже правления саула закат его царствования в это время филистимляне в очередной раз нападают на израиль причем они приходят своей армией основали лагерь на севере израиля а тут нужно иметь ввиду что северная часть равнинная поэтому на равнинной территории филистимли не имели преимущество потому что у них были колесницы они имели более опытную армию и вот в этой ситуации царь саул пытается узнать волю божию причем говорится о том что царь саул боится то есть такой вот акцент на на его страхи и господь не отвечает ему ни одним из способов вот как тут сказано 6 стих 28 главы господь не отвечал ему ни во сне не через ури не через пророков то есть три возможных способа узнать волю божию или через сон или через священника или же обращаясь ну к каким-то пророком и ни один из этих способов не работает и тогда царь саул в отчаянии просит слуг отыскать какую-то женщину волшебницу данном случае речь идет о медиуме то есть такая женщина которая была специалистом по вызыванию умерших ли духов умерших людей то есть была такая практика в рамках культа предков или просто в рамках хананской магической традиции что были так скажем специалисты которые могли по просьбе кого-либо вызвать дух умершего человека ну и действительно такую женщину ему отыскали царь саул к ней идет переодевшись почему царю саулу приходится проходить через позиции филистимлен потому что эндор как раз скорее располагался за позициями филистимлен поэтому он переодевается чтобы его не узнали идет где-то пробирается тайными тропами через позиции врага подвергает себя опасности вот для того чтобы попасть к этой женщине медиуму когда он к ней попадает женщина сначала напоминает ему царский указ что запрещена де подобная деятельность царь саул клянется что ей не будет вреда из-за этого ничего не будет плохого тогда она по его просьбе значит соглашается вызвать самуила и тут вдруг женщина видит самуила узнает царя говорит почему ты меня обманул ты ты и есть саул после этого царь говорит не бойся что ты видишь ну и вот дальше происходит разговор между заулом и явившимся царь саул падает падает ниц и после этого явившийся самуил как вот библия его называет обличает царя саула после обличения саул падает и волшебница уговаривает его принять пищу для этого готовит ему угощение и только уже после того как он принял предложенную ей трапезу он уходит и так значит как можно понимать вот этот отрывок ну сразу нужно сказать что в современной библеистике есть такая тенденция рассматривать этот отрывок просто как литературный рассказ то есть довольно много толкователей не задаются вопросом что произошло на самом деле и вообще было ли это на самом деле а скорее они изначально рассматривают этот рассказ как своего рода повесть как выдуманное произведение поэтому толкует его с точки зрения вот именно как литературная литературную повесть ну и в рамках такого подхода отмечаются определенные идеи чаще всего делается акцент на том что данные какую роль данный рассказ играет в повествовании и в истории и здесь в частности обращают внимание что а вот этот рассказ о посещении волшебницы хорошо укладывается в картину постепенной деградации саула то есть в 1 царств 15 глава пророк самуил обличает саула за его неверность точнее непоследовательность в войне с амаликитянами за то что он не исполнил прямого повеления божия и после этого предсказывает что саул будет отвержен что он будет лишен царства и мы видим что сразу после этого появляется на сцене давид будущий царь израиля и постепенно позиции давида усиливаются а саул ну так скажем идет как бы вниз вот по плоскости наклонной катится и мы видим что в частности в битве с гали битве с филистимлинами победу одерживает в основном давид благодаря своему подвигу потом мы видим что саул безуспешно преследует давида потом такой интересный штрих что у саула в доме оказываются башки терафимы и вот такая постепенная деградация царя саула которая завершается тем что он в 28 главе ну так скажем крайняя степень падения обращение к медиуму как раз получается что он был избран как царь израиля но постепенно оказывается все менее и менее пригодным для этой роли и в конечном счете обращается к медиуму то есть по сути принимает ханаанскую практику чем как раз показывает что свою непригодность быть израильским царем ну так же еще толкователи такого плана говорят о том что как раз вот вот это вот повествование имеет параллели с теми рассказами которые нам известны о практиках язычников как древних так и кстати современных потому что отмечают что и в современных африканских племенах тоже есть подобная практика есть общие черты определенные но также обращают внимание на вот какие интересные нюансы то что вот правление саула начинается трапезой и здесь в этом рассказе мы видим что когда волшебница предлагает ему трапезу получается что начинается правление и завершается трапезой потом такой еще тоже иронический подтекст царь саул запрещает деятельность волшебников и сам же обращается к волшебнице вот и если сравнивать давида и прежнего царя саула то мы видим что концу первое царство давид действительно выступает как подлинный герой он защищает народ иудейские против аммонитян в то время как саул наоборот показывает свою уже не компетентность ну вот принципе эти идеи интересны но все-таки они не дают ответа на главный вопрос который мучает читателя что же произошло и кто все-таки явился и вот здесь если и теперь мы рассмотрим те толкования мнение тех экзигетов которые рассматривают это как реальное явление пытаются ответить на основные вопросы которые возникают при чтении данного текста кто явился в ответ на действия волшебниц это на самый главный вопрос зависимости от ответа на который ну можно и говорить про остальные вопросы далее было ли явление вызвано действиями волшебницы или же она произошло независимо от ее действий вот далее как волшебница узнала саула потом как объяснить ее испуг и как объяснить исполнение слов явившегося есть четыре версии относительно личности явившегося первое перечислимых первая версия то что никакого явления не было вторая версия то что явился злой дух третье что это был некий ангел или послание господа и четвертое что это все-таки был самуил вот рассмотрим все эти версии последовательно первая версия то что явление не было то есть в этом случае предполагается имитация всего произошедшего вот эту версию при предложил средневековый иудейский толкователь давид кимхи из уже толковать ли нового времени и поддержал протестант гейслер ну и в принципе она довольно популярна у иудейских комментаторов и может быть ее плюсом единственным можно считать что в этой версии отсутствует мистический элемент потому что если это просто была какая-то иллюзия имитация то тогда все более менее объяснимо ну и какие основные положения этой версии ну первое то что некроманты и медиумы колдуны чаще всего обманщики которые обманывают народ принципе это так скажем такое так такая идея по умолчанию потом обращают внимание что вот и явившегося самуила видела только волшебница а царь саул не видел его только слышал тоже как как это могло быть если все-таки действительно явление было значит скорее всего явление не было потом ну раз так тогда следует признать что скорее всего она сама говорила голосом самуила то есть видимо она как-то обладала даром особым чревовещание в принципе в греческом переводе она и называется значит чревовещательницей и а видимо она как-то имитировала голос самуила в таком случае тут тут тот факт что она якобы испугалась явившегося но это просто такая искусная игра имитация тогда вот вопрос как же она тогда узнала саула если она сама это изобразила все но тут есть разные ответы есть легенда иудейская согласно которой эта женщина была матерью авинира то есть авинир двоюродный брат саула получается теткой царя ну там тогда понятно почему она его узнала вот но это конечно маловероятно скорее одно из двух других или она узнала царя по властному тону вот потому что только царь мог действительно так вот клясться и обещать что не будет ничего ей за вот этот обряд и или же кто еще кроме саула мог пожелать увидеть самуила потому что известно было оба особых отношениях между ними вот ну и самый тогда главный вопрос если все произошедшее было просто имитацией колдунь если она сама изображала говорившего то как тогда она смогла предугадать события ведь явившийся сказал что завтра ты и твои сыновья падете то есть точнее будете со мной будете со мной и действительно на следующий день в битве саул погибает то есть по сути она предугадала события ну и здесь понятно можно только в рамках этой версии ответить предположительно потому что и правда тот факт что пророчество исполнилось является трудностью для принятия данной первой версии но можно только лишь предполагать что она могла знать предыдущие слова которые самуил говорил саулу то есть они могли быть более менее известными в народе а уже здесь она просто предугадала то есть может быть она как психолог как просто но так скажем умный человек она могла так вот проанализировать видя что царь саул боится в панике виде его настроение ведь не может быть понимая силу филистимлян ну вот она могла как бы предугадать что вот царь должен погибнуть в этой битве а теперь далее вторая версия то что явившийся злой дух эта версия была особо популярна среди древних отцов ее сторонниками были тертулиан потом святитель евстафия антиохийский у которого есть специальный трактат поэтому по толкованию вот этого отрывка и также начать святитель григорий низкий достоинства этой версии но то что эта версия хорошо согласуется с идеей отвержения саула все-таки сторонники этой версии указывает на то что в 16 главе первое царство говорится о том что злой дух часто как бы владевал саулом ну и соответственно раз дух господин от него отступил злой дух вот так сказать его искушал то вполне можно предполагать что вот как раз и здесь тоже явился злой дух вот ну и какие аргументы вот кроме кроме вот того что начиная с середины первое царство мы видим что саул по сути находится под постоянным таким вот воздействием злого духа еще приводятся такие аргументы второй аргумент то что волшебство это общение с бесами все-таки если в иудейской традиции волшебство и вот некромантия часто воспринимаются как обман просто обман поэтому и у иудеев более популярна первая версия то в христианской традиции волшебство преимущественно рассматривается как общение с злыми духами с бесами поэтому и здесь тогда почему бы не рассматривать это как вот явление злого духа ну и третий аргумент на который как раз делали акцент толкователи отеческого периода это то что по евангелие от луки евангелие от луки 16 глава 26 стих между праведниками и живущими на земле пропасть великое и как тогда в таком случае самуил мог явиться прийти к соулу но действительно очень очень маловероятно кроме этого эта версия имеет поддержку среди современных толкователей и вот в частности один австралийский библеист гренвиль кент но вот приводит еще такие аргументы которые ему кажутся убедительными он говорит о том что вот дух упрекает саула за то что он как бы потревожил его в то время как настоящий самуил не стал бы упрекать саула потому что он понимал важность ситуации потом он говорит что самуил не стал бы предрекать гибель царя без покаяния но вот этот толкователь предполагает что если бы это был бы реальный самуил он бы сказал бы что вот ты должен покаяться они просто предрекать что вот и завтра погибнешь вот ну и также самуил но в частности здесь есть такое место что дух выходит и говорит для чего ты потревожил меня чтобы я вышел то есть получается дух признает что он вынужден явиться в результате действий волшебницы самуил вряд ли мог явиться в результате действий волшебницы поэтому вот поэтому вот так и еще такой предположительный аргумент а дело в том что первая книга паралипомена в 10 главе основной причиной гибели саула как рассчитает его обращение к медиуму то есть вы в этот вот инцидент считается основной причиной его гибели так скажем последним и самым тяжким его преступлением и почти непонятно почему здесь дух не обличает его за вот такой вот способ разговора с ним ну вот так вот то есть вот это аргументы в пользу того что злой дух значит ну и в но в то же время уже среди древних толкователей были контр аргументы против этой версии в частности блаженный феодорит делает упор на исполнение пророчества говорит что раз все-таки пророчество самуила исполнилось то это не мог быть злой дух потому что демоны говорят только ложь тогда как здесь получилось что пророчество исполнилось маловероятно ну и еще один толкователь древности диодор тарский такой еще аргумент привел что господь щадил немощи израильтян и поэтому маловероятно что он мог бы допустить явление беса в образе самуила далее третья версия третья версия это то что явился некий ангел от господа но это не был самуил то есть в ответ на действия волшебницы или просто как бы по обращению саула господь послал своего некоего вестника то что вестник называется самуилом но это считается что он он называется с точки зрения саула то есть саул посчитал что это самуил соответственно и библия тоже также об этом говорит эту версию поддерживали святитель иван златоуст и также блаженный феодорит основной довод в пользу того что это был посланник от господа это исполнение пророчества то есть раз пророчество исполнилось значит она от господа ну а в то же время говорится о том что не мог явиться реальный самуил по причине великой пропасти ну и соответственно это должен был быть какой-то другой посланник может быть даже ангел также еще один аргумент то что явление произошло неожиданно для медиума то есть действительно она испугалась виде а ну по крайней мере библия так описывает что тогда женщина спросила кого вывести тебе и отвечал он самуила выведи мне и увидела женщина самуила то есть здесь получается если буквально прочитать здесь никаких действиях не говорится значит получается что самуил явился как-то независимо от действий волшебницы для нее совершенно неожиданно но это это означает что это мог быть действительно посланник от господа вот и это мнение также поддерживают некие некоторые современные библеисты но вот частности есть такая популярная серия анкор байбл комментари и вот комментатор говорит о том что но что вот имя самуила было добавлено позднейшим редактором что в первоначальной версии текста просто говорилось о явлении какого-то духа вот которые как раз вот и предсказал будущее события не было со самуила но потом имя имя его было добавлено ну конечно такие вот различные мнения основанные на своего рода операциях с текстом когда часть его признается поздним добавлением они все-таки всегда будут спорными поэтому а здесь вот это так скажем мнение камин комментаторов анкор байбл комментари ну можно считать как своего рода просто отдельное толкование но но вряд ли его можно рассматривать как подтверждение третьей версии атака главный аргумент против третьей версии ну и главное действительно в рамках третьей версии многое объясняется но главная трудность то что тогда получается почему если господь до этого не отвечал царю никаким нормальным образом почему вдруг после того как саул обратился к волшебнице вдруг господь решил ответить странно вот но и но здесь правда сторонники версии говорят только то что до этого господь мог еще ожидать покаяние саула а теперь же видя что не только не происходит покаяние но и ситуация усугубляется решили то есть господь послал своего ангела для произнесения суда ну и наконец четвертая версия то что явившись это был самуил ну здесь даже сразу правда возникает вопрос кто это собой то есть самуил имеется ввиду в совокупности тела и духа или только дух самуила ну конечно вот толкователи вот в частности евстафий антиохийский толкователи древнего периода говорили о том что если называть явившегося самуилом то тогда это должен быть очевидно человек из тела и души а это маловероятно потому что тело самуила находилась далеко оно было погребено далеко от этого места на юге мол это не мог быть самуил но здесь вряд ли этот аргумент работает потому что для существа события достаточно явления только до духа самуила то есть необязательно предполагать воскрешение тела а явление только духа что в принципе и как и думают сторонники 4 версии и вот здесь в рамках 4 версии то что это явился самуил есть два так скажем под варианта первый под вариант то что это волшебница вызвала самуила ну и второй под вариант что это господь послал самуила то что это был самуил в пользу этой версии говорит высказывание сираха то есть книга иисуса сына сирахова 46 глава 23 стих и и вот здесь сирах в частности говоря о самуиле говорит что он пророчествовал и по смерти своей и предсказал царю смерть его и возвысил из земли голос свой что беззаконный народ истребиться ну то есть а здесь явно сирах считает что это и явился самуил и ну здесь как можно оценить конечно цитату сираха можно оценить ну-ка и как авторитетное мнение но с другой стороны просто как изложение традиции то есть все таки сирах скорее всего не так скажем погружался в суть проблемы а просто изложил ну как бы то что то что он знал на основании писания своими как бы словами вот но и и так вот два в под варианта первый вариант то что эта волшебница вызвала самуила а это мнение придерживая этого мнения придерживался оригин оригин и также некоторые древние толкователи частности мученик и устин философ это мнение основано на том что в ветхом завете все души праведников уху уходили в шиол то есть по сути в преисподнюю и поэтому были временно ну как бы под властью дьявола но и поэтому волшебница так как она общается с бесовскими силами она имела как бы власть и с помощью дьявола она вывела дух самуила но принципе вот такая такое обоснование ну и конечно основной упор то что это самуил делается на то что сама библия но по крайней мере священный автор называет явившегося самуилом значит но то что это послал господь то есть другой под вариант 4 версии здесь указывают на то что то что волшебница испугалась в качестве основной версии и то что господь таким образом сообщил саулу свою волю то есть то что то что это был самуил но он был послан господом это как бы обосновывается тем что сама вам волшебница не могла вызвать самуила потому что все таки власти злого духа над душами умерших была ограничена более того на основании евангелия от луки притчи о богаче и лазаре а мы можем говорить о том что все таки праведники усопшие не уходили вместе в преисподнюю вместе со всеми грешниками а находились в какой-то каком-то особенном мире который называется лона авраамова вот скорее всего это был такой так скажем ветхозаветный рай если это так можно сказать но это конечно еще не рай в полном смысле слова но какой-то его такой прообраз вот и потому волшебница не могла вывести самуила но только сам господь мог это сделать вот ну и получается что значит сам господь посылает дух самуила и здесь есть дополнительный аргумент почему вот именно самуил вот вот так в частности объясняет диодор тарский очень интересное мнение он говорит о том что самуил так как очень любил саула при жизни то скорее всего он молился за него и после смерти и господь таким образом посылает дух самуила для того чтобы сам самуил убедился в крайней степени падения царя и для того чтобы принял промысл божий о израильском царя сауле вот потому что ну действительно самуил мог переживать отвержение богом саула мог думать что вот саул пострадал не совсем справедливо но теперь он должен был убедиться что промысл божий справедлив здесь также интересно толкование фразы завтра ты и сыновья твоя будете со мною как вы толковать эту фразу но самое простое толкование то что здесь предполагается противопоставление мира живых и мира усопших то есть со мною значит умрете то есть будете тоже умершими вот умершими вот и но это действительно самый такой простой смысл но однако есть другие толкование этого выражения в зависимости от того какую точку зрения принимает автор но вот в частности те кто считали что явившийся злой дух эту фразу толковали что ты вот будешь в преисподней в аду то есть как вот сам злой дух находится в преисподней так и соул будет там же ну и есть еще интересное частное иудейское мнение она конечно и в иудействе не имеет такого характера авторитетного но тем не менее все таки излагается некоторыми толкователем этой сутка суть которого в чем со мною то есть предполагается все таки в лоне авраамовом почему так в общем предполагается добавление дополнительных деталей в разговор и считается что царь саул когда вот он говорил говорил явившемуся духу говорил самуилу он не упоминает урим и считается что в этом проявилась его как бы раскаяние за то что он избил до этого священников то есть в 21 главе 1 царств мы видим такую вопиющую сцену избиение священников в номве за то что священник ахимелях принял давида и саул покаялся за этот со свой поступок и поэтому самуил говорит ему что если ты не убежишь если ты примешь смерть то будешь тогда со мною то есть прощен богом и последнее о чем еще стоит сказать относительно трапезы саула вот действительно толкователи обращают внимание на подробное описание трапезы которую волшебница предлагает саулу в частности она ему предлагает у питом упитанного теленка то есть у нее в доме оказывается теленок она закалывает и готовит его царю и здесь это означает что саул все-таки долгое время пробыл у нее потому что понятно что для того чтобы заколоть приготовить теленка нужно определенное время ну и получается что он даже пробыл у нее несколько часов потому что пока ожидал приготовления обеда ну и пока кушал вот то есть получается что даже вот это время пребывания его у волшебницы было гораздо большим чем время самого вот этого как бы сеанса ну здесь также можно увидеть определенную параллель с гостеприимством авраама то есть как вот авраам предлагает своим путникам роскошное угощение так и здесь женщина предлагает трапезу саула вот и там и там три путника то есть когда авраам принимал трех странников там был господь и два ангела скорее всего и здесь тоже царь и два его спутника слуги и как там авраам уговаривал гостей принять трапезу так и здесь тоже царь то есть волшебница уговаривает царя то есть определительно интересно определенные параллели есть и вот каково тогда толкование трапезы здесь три есть варианта объяснения вариант первый те кто считает что это был самуил явившийся и что действительно он предсказал гибель царю саулу предлагают такое объяснение что трапеза это символ жизни и предлагая обильное угощение саулу волшебница как бы хочет отменить приговор божий о нем то есть она как бы но это своего рода попытка вот такими вещественными способами как бы устранить то вот определение которое прозвучало из уст явившегося духа вторая версия для чего она предлагает такую трапезу но она более такая простая тривиальная то что женщина все-таки продолжала бояться за свою судьбу то есть все равно она могла опасаться что царь передумает и все-таки накажет ее и вот чтобы как-то избежать наказания на таким образом предлагает ему угощение и третье мнение тоже в принципе интересное третья точка зрения на трапезу предполагает развитие идеи что вся вот это все вот это вызывание умершего это был по сути хананейский ритуал и здесь указывают на то что трапеза имела культовый характер вот и по сути это своего рода завет с богами колдуньи ну и как бы с ней самой то есть по сути в результате этой трапезы царь саул становится язычником и таким образом это только усугубляет его вину то что он поначалу хотела трапезы отказаться то есть как бы не хотел до конца участвовать вот в этом противном богу мероприятие но потом когда он принял вот эту культовую трапезу по сути он как бы осудил себя и стала таким же как и вот это вот колдунья и значит ее соплеменники вот но и таким образом подводя итог можно сказать что в современной литературе все-таки последняя версия то что явившийся самуил более популярна да конечно встречаются отдельные труды в пользу и других версий то есть принципе все четыре версии в той или иной степени циркулирует в литературе толковательной но все-таки доминирует последняя версия то что явившийся самуил ну и по ряду причин потому что она имеет определенные достоинства хорошо объясняющие детали текста и потому что все-таки эта версия основана на буквальном чтение писания тут даже важно можно еще привести такой аргумент что все-таки священный автор если бы он хотел бы показать что имела место явление не самуила кого-то другого он бы как-то об этом бы намекнул потому что есть одну в качестве параллели можно привести эпизод из 3 царств 13 глава там где пророк старец говорит человеку божию из иудеи о том что мне господь там в общем в чем суть что господь повелел человеку божию произнести пророчество и потом возвращаться в иудею другой дорогой не принимать никакую пищу в израиле а пророк старец захотел вернуть его и угостить и он сказал что вот мне сам господь сказал вернуть тебя и угостить тебя трапезой и там сразу священный автор говорит что вот старец обманул солгал то есть здесь нам автор четко говорит что это был обман если бы здесь явившийся был не самуил или был бы какой-то обман волшебница скорее всего священный автор как-то намекнул бы нам или сказал бы прямо а тут все-таки такого не происходит поэтому все же сейчас доминирует толкование о том что был явившийся самуил вот и вот это как раз но можно сказать принимается большинством экзегетов благодарю за внимание внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и Продолжение следует...